Совместные рейды судебных приставов в районах администрации и сотрудников налоговых и других служб города проводятся ежедневно. Сначала на адреса приходят квитанции. Если оплата не производится, то выписывается предупреждение. А затем налоговики предпринимают ряд мер по воздействию на налогоплательщика, вплоть до судебных решений и таких вот визитов судебных приставов. Но не всегда должников удается поймать по месту жительства. Разговаривать с представителями закона приходится их родственникам. На то, чтобы... 23 тысячи, 2 тысячи. 24 тысячи рублей, да. Вы ему пожалуйста позвоните, у вас уже есть исполнительный лист, у вас уже есть исполнительский сбор 7% вот этой суммы. Вам нужно звонить сейчас ему, чтобы он прибывал сюда, нам дал объяснение, мы у него отберем объяснение, когда он погасит эту задолженность. Если он и не может погасить, мы опишем его имущество, находящееся по месту его. Вы, пожалуйста, его пригласите, потому что ваши слова... Уже возбуждено и спеши. Делу нужны реальные доказательства. Квитанция об оплате. В данном случае долг сына был оплачен отцом спустя несколько часов после встречи с приставами. Но в большинстве случаев представителям закона приходится навещать должников по несколько раз, так как двери открывают не везде. И такое происходит по всему городу. Только по Раздольскому сельскому округу сейчас насчитывается порядка двух тысяч должников. Своевременная уплата налогов влияет на формирование бюджета, а также на развитие социальных программ строительства детских садов, школ, строительства дорог, новых инженерных сооружений. Хотелось бы еще также отметить, что неотвратимость взыскания придет к каждому. Это приоритетная задача для органов налоговой полиции, судебных приставов, а также администрации города Сочи. Из-за должников в бюджет Сочи не поступают миллионы рублей. От этого задерживается решение многих социальных вопросов. Так что именно от сознательности жителей курорта во многом зависит развитие города.